Минобороны Украины тем временем заявила о намерении обзавестись собственным ядерным оружием, якобы для защиты от России. О том, насколько эта угроза серьезна и с политической, и с технической точки зрения. Антон Лядов. О том, что Украина готова начать разработку собственного ядерного оружия, раньше ходили только слухи, но все на свои места расставил министр обороны страны Валерий Гилетей. Я также наголошу на то, что Россия поражена застосованием и тактичной ядерной зброи. И если мы не сможем себя защитить, если нам свет не допоможет, мы также будем вымушены думать о том, чтобы снова повернуться до створения той зброи, которая нас защитит. Никаких доказательств российских угроз министр не привел, но дал понять, что ядерное оружие – единственный способ реанимировать украинскую армию. И, судя по всему, процесс уже запущен. Учитывая, что по количеству энергетических реакторов Украина занимает пятое место во всей Европе, эксперты в один голос заявляют, чтобы создать ядерное оружие, у Киева сейчас есть почти все необходимое. Ядерный потенциал Украины вообще очень высок. Дело в том, что там очень много высоко квалифицированных физиков. Осталась со времен распада Советского Союза серьезная экспериментальная база, и не только в Киеве, а во многих других институтах. Хорошо известно, что на Украине одно из крупнейших месторождений урана – это урочище «Желтые воды», которое имеет очень большие запасы урана. Там есть нормальный эксплуатационный потенциал, персонал, квалифицированные инженеры, техники, которые нормально работают с реакторами. Очень большое количество ядерных реакторов и атомных электростанций находится на территории Украины. Вот они. Это данные Государственного комитета по ядерному регулированию Украины. Ядерная карта. Спецкомбинаты и источники ионизирующего излучения есть почти во всех крупных городах. Львов, Одесса, Киевская область, Днепропетровск, Харьков, Донецк, Луганск. Переработка урана происходит сразу на трех заводах. И самое главное – на Украине на сегодняшний день существует пять атомных электростанций. Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, остановленная Чернобыльская АЭС и Запорожская атомная электростанция. Кстати, крупнейшая в Европе. Вот она на кадрах одного из местных каналов. Репортаж о том, что с 2012 года атомную станцию топливом обеспечивает американская компания. У ядерным паливом Запорожскую АЭС забеспечивает компания «Вестингхаус». Про это договорились представители американского предприятия и «Энергоатом». Все-таки избрана генеральная линия на поставки ядерного топлива американского «Вестингхаус». Совпадение или нет, но в тот же день, всего через несколько часов после заявления министра обороны Украины о возможной разработке ядерного оружия, появилась информация, что та самая компания «Вестингхаус» ведет переговоры с Украиной о сооружении новых атомных блоков. Обсуждение уже на начальном этапе. Кроме того, американская компания обещала увеличить поставки ядерного топлива на Украину. Я думаю, что мы можем принести свою ценность энергоатому. Мы поставляем им новые технологии, мы поставляем им опыт. Если мы сможем, мы расширим поставки. От точного ответа на вопрос, когда Украина готова начать разработку ядерного оружия, министр Гелетей уклонился. Однако, анализируя заявления украинских чиновников, эксперты приходят к пугающим выводам, что работа над подготовкой к разработке атомного оружия началась еще в марте этого года. Именно тогда депутаты Верховной Рады от партии «Батькивщина» и «Удар» предлагали открыто заявить о создании ядерного оружия. Депутат Сергей Каплин даже давал интервью и объяснял, сколько времени и денег понадобится Украине, чтобы стать ядерной державой. Мне нужно было бы полтора года для решения этого вопроса. Мы имеем абсолютно все возможности для создания ядерного оружия. Все необходимое, кроме центрифуги, это профессиональные вещи для обогащения урана, нам нужно два года примерно для полноценного возобновления ядерного оружия. И 3, и 4 миллиарда долларов. Любопытно, что средства доставки ядерных запасов на Украине уже есть. У Украины имеются самолеты, предназначенные для применения ядерных бомб. Это прежде всего фронтовой бомбардировщик Су-24. Кроме того, у Украины есть на вооружении тактический ракетный комплекс «Точка-У». Он также может по своим характеристикам нести ядерный боезаряд. Многие средства доставки атомного оружия появились на Украине еще в СССР. Именно на конструкторском бюро «Южное», которое до сих пор работает в Днепропетровске, разрабатывалось большое количество проектов межконтинентальных баллистических ракет, стоявших на вооружении РВСН Советского Союза. С 1951 года здесь разрабатывали ракеты Р-1, Р-2 и Р-5М. Возглавлял бюро академик Михаил Янгель. До сих пор КБ ведет разработку нескольких ракетоносителей. Производство осуществляется на заводе «Южмаш». Это крупнейший, может быть, даже в мире ракетный завод. Это важнейший компонент ядерного оружия. Украина решить эту проблему технически может. Если она располагала третьим по мощности в мире ядерным потенциалом, то она в состоянии это сделать. Но для этого надо несколько моментов. Прежде всего, время. Европейские партнеры Украины на сенсационное заявление Гелитея пока реагируют молчанием. Вместо комментариев специалисты и ветераны вспоминают пословицу об обезьяне с гранатой. Российские эксперты уверены, если Запад продолжит поддержку украинской власти, которая вполне может осуществить задуманное, Киев может полностью выйти из-под контроля. Антон Лядов, Илья Косторнов, Мария Зинцова и Ольга Мещерякова. Вести.